стоп погоди погоди где твои мешки под глазами что высыпаешь кажется даже слишком ну что ж сегодня расскажу тебе о вещах после которых ты не сможешь также сладенько спать мы будем говорить о таком ужасно любопытном феномене как трэш контент вы сто процентов хотя бы раз встречались даже с одной такой личностью не уверена что там было далеко не одна это люди которые буквально на провокации строят себе имидж и имя человека который занимается трэш-блогингом трэш-стримингом и так далее так что сегодня мы попробуем разобраться в том кто это вообще смотрит какая у этого история кто и зачем занимается подобным и чем это все может обернуться присаживайтесь поудобнее заваривайте себе вкусного чая или кофе и приступим в прошлом видео я рассказывала о том как сильно люблю кофе и без него вообще ни дня не могу прожить даже сейчас я пью кофе пруф но за все в жизни нужно платить в данном случае красотой улыбки они уже позаботиться райджел это профессиональные полоски для отбеливания зубов которые не только за одно применение эффективно отбеливают зубы но и бережно удаляют зубной налет и освежают дыхание я понимаю что на словах это не так достоверно как на деле поэтому давайте проведем небольшой эксперимент сейчас мои зубы выглядят вот так вот ну а теперь поехали так у нас есть вот такие вот отбеливающие полоски которые нужно клеить на зубы достаем оттуда ать вот такую вещь сейчас я не совсем в состоянии говорить поэтому давайте я сверху озвучу райджел очень удобно использовать потому что за 15 минут они полностью растворяются на зубах то есть их снимать смывать или счищать вообще не нужно вы буквально можете налепить полоску и поехать куда-то по своим делам она успеет раствориться у меня уже тут время заканчивается так все так ну что думаете по моему разницу видно я думаю что разница есть для меня есть не менее важный аспект это безопасность если для вас тоже то случае с райджел переживать точно не стоит полоски не содержит перекиси водорода или карбамида поэтому эмаль не травмируется мне кажется что эта вещь просто незаменимая перед каким-то важным мероприятием или например новым учебным годом а после прохождения полного курса ваши зубы станут белее на несколько тонов сейчас на официальном сайте можно приобрести три упаковки по цене одной но если вы пока не уверены в прохождении полного курса то можно заказать на вайлдберис или на озон такую маленькую упаковку как у меня например была вот такая вот здесь 14 полосок это получается сверху и снизу по 7 штучек количество товара по акции ограничено поэтому рекомендую поторопиться ссылка как обычно в описании как кино стало реальностью в 1992 году австрийский режиссер михаэль ханеки снял фильм видео бенни по сюжету мальчик из благополучно обеспеченной семьи снимает на видеокамеру любительские фильмы ужасов однажды ему удается снять как забирает сувенью эта сцена так нравится бенни что он постоянно пересматривает ее но быть только наблюдателем насилия для него недостаточно он приглашает в гости свою подружку и убивает ее все записывается на камеру фильмы ханеки всегда вызывали шок и даже гнев как у критиков так и у зрителей его героями становились ничем не примечательные представители среднего класса которые не могли себе позволить разнообразную интересную жизнь стремясь испытать хоть какие-то эмоции они прибегали к над окружающими людьми или над самим собой однако это не помогало им достичь желаемого результата они все еще были скучными неинтересными людьми просто теперь насилие входило в часть их рутины к этому мы вернемся позже а сейчас поговорим про трэш-блоггинг и трэш-стриминг трэш индустрия в мире развивается уже давно и трансляции становятся с каждым годом все более жестокими например в августе 2019 года южнокорейские сми рассказали закрытых телеграм-каналов которых распространяется контент которым участниц шантажируют заставляют заниматься портографией наносить себе раны и ожоги засовывать в половые органы насекомых и это все снималось на камеру за деньги кстати недавно посмотрел очень прикольный ролик на эту тему потому что я останавливаться здесь не буду но если хотите можете посмотреть там не южнокорейские сми а китайские но все равно мне очень сильно понравилось рекомендую жестко если что зайдите посмотрите культура трэша начала родоначальником жанра считается американский сериал чудаки который выходил в начале двухтысячных и там просто компания людей совершали какие-то страшные вещи просто со своим телом там были какие-то опасные самоистязающие грубые пранки или трюки которые исполняла команда и принципиальная разница между трэш стримами и этим телешоу в том что основная цель чудаков было рассмешить зрителя безусловно за это деньги получали потому что это телешоу но тем не менее не было прямого взаимодействия зрителя и стримера который выполняет за деньги задания но что стресс стриминга вообще для многих блогеров является очень важным аспектом их медиа деятельности их репутация именно этим трэш блогеры отличаются они не стремятся построить себе какой-то имидж или достичь серьезных результатов в этой медиа карьере таким образом трэш стрим это такой жанр трансляции в котором блогер и стример выполняет задание за донаты и обычно я не знаю видели вы или нет но короче где-то вот здесь в углу выписаны цены и задания которые блогер может выполнить одним из основателей данного формата считается виджелин изначально он стримил игры но начал набирать популярность когда начал демонстрировать свое деструктивное поведение его популярность вышла за пределы россии когда в 2013 году его друг чип выбил ему на трансляции зубы и также рент в снял специальный репортаж на эту тему где показали кадры с стримером и так это все разрослось и начало набирать популярность уже в странах снг всех мы сегодня обсуждать не будем хотя этих блогеров реально много во первых потому что я просто не хочу рыться во всяких сортах дерьма во вторых потому что мне просто интересно узнать с точки зрения зрителя с точки зрения феномена почему это смотрят кому это интересно кто отдает свои деньги за это почему люди на это идут и какие современные представители наверное больше есть у этого типа блогинга в конце концов трэш вы можете просто загуглить но мы все-таки разберем парочку самых таких жестких случаев в начале декабря 2020 года стас решетников под псевдонимом риф лай проводил трэш стрим со своей подругой вали эти стримы и так были достаточно жестокими он брызгал ей в лицо из перцового баллончика регулярно ее и отвал и делал контент на этом но прямо перед началом 2021 года произошло кое-что ужасающее по словам самого решетникова валя напилась шампанского и ей стало плохо у нее начались проблемы с кишечником из-за неприятного запаха он выставил ее на улицу в одном нижнем белье на целую ночь девушка неоднократно стучалась в дверь и говорила что сильно замерзла но стримеры и игнорировал важно еще отметить что перед этим он ее сильно и пил и вот она провела на морозе целую ночь позже стример открыл входную дверь но девушка уже было он затащил ее в дом и запустил прямой эфир он ее уложил пытался реанимировать световался с подписчиками что нужно сделать потом позвонил друзьям чтобы с ними тоже посоветоваться позже он вызвал скорую но уже ничего нельзя было сделать она позже он признал вину и получил 6 лет строгого режима и этот случай привлек особое внимание властей к подобным трансляциям издевательство над больным человеком на youtube канале под названием шкила регулярно проводились трансляции с некто по имени валентин прямом эфире мужчину закидывали яйцами обливали холодной водой плевали в лицо давали васаби при гастрите закапывали в землю поливали из огнетушители доводили до истерики на экране регулярно появлялись донаты с новыми идеями для унижения мужчину ежедневно спаивали до бессознательного состояния и притом у него не было ни документов ни личных вещей у валентина также могут быть серьезные психические нарушения в том числе и от травм головы которые ему наносили эти блогеры которые потом этим же пользовались чтобы держать его под своим контролем но к счастью сейчас тот youtube канал заблокирован а стримеров приговорили примерно к четырем годам лишения свободы для чего я все это рассказала ну вообще для понимания что блогеры такие блогеры трэш блогеры это люди которые ради денег видимо готовы вообще на все если еще недавно новости про блогеров были заполнены сплитикой и хилме то когда-то это были вот подобные более маргинальные личности все-таки блогеры которые облизывают прокладки на мой взгляд безопаснее чем те о которых я то что рассказываю но знаете что я заметила во время подготовки материала к этому видео во первых карьера этих блогеров не длится долго рано или поздно они либо становятся попросту скучными потому что больше ничего не могут предложить либо привлекать внимание правоохранительных органов и несут наказание за свои проступки во вторых с развитием медиа и телеграм-каналов трэш-блогер это уже не просто человек который ведет себя странно ненормально неадекватно там на стримах или на видео теперь это является его полноценной личностью и это делают уже не антисоциальные алкоголики и наркоманы которые просто спиваются во время своих стримов а вполне себе перспективные подростки которые видимо просто хотят внимание хотят набрать подписчиков и вот выбирают делать это подобным образом возможно это человек уже не видит себя в медиа сфере в образе адекватного человека он просто кажется себе не интересно без вот этого привлечения внимания посредством трэша поэтому целью становится засветиться хотя бы где-то или повысить охваты хотя бы как-то и происходят какие-то потасовки на улице тупейшие коллаборации блогеры доебываются до обычных людей опять же просто на улице которые идут по своим делам лишь бы произвести хотя бы какой-нибудь контент ну да ладно с блогерами в целом понятно но почему их смотрят вот тут мы возвращаемся к самому началу видео помните как я рассказывала про фильм австрийского кинорежиссера его героями становились ничем не примечательные представители среднего класса которые не могли позволить себе разнообразную и интересную жизнь стремясь испытать хоть какие-то эмоции герои совершают над собой и случайными знакомыми однако это не помогает им достичь желаемого результата они все также остаются обычными людьми со своими рутинными заботами но рутинным становится и на не признанный андеграундный жанр и слава богу после того как в американском обществе зародилась легенда о кассетах с записями реальных сей произошло это кстати первоначально из-за секты менсон появились какие-то уникумы которые решили на этом подзаработать так в 1976 году появился фильм с названием сна простенький сюжет рассказывал историю актрисы которая оказалась не в том месте и не в то время и в качестве финала жестокой расправы над героями фильм спровоцировал серьезные споры и стал причиной скандала сми подняли панику а сам дистрибьютор только повышал интерес к этому фильму и размещал всякие провокационные постеры и в целом всячески пытался убедить людей в том что снятое на камеру у этого настоящее но естественно фильм был одной большой посредственной постановкой и спустя несколько лет создатели фильма даже сами признавались что феномен снафа был единственным путем продвижения этого фильма и просто путем того чтобы как-то вырастить кассу я не знаю в общем классика жанра из городской легенды опять извлекли выгоду но общество уже было не остановить и все охуели неужели так можно было исследование эмоции зрителя трэш контента в одной из статей исследовался сайт который сейчас уже не существует он назывался огреш форум точка ком он был создан 2001 году и явно был андеграундным сайтом который распространял разного рода трэш на главной странице были размещены окрепленные руки а девиз гласил сможешь ли ты справиться с жизнью сайт предоставлял доступ к изображениям несчастных случаев и из фу крушений самолетов вертолетов откровенные медицинские материалы фотографии с военных действий или просто преступление овриш стал хранилищем графических материалов во время войны в ираке известность сайта возросла после того как на нем в 2002 году была размещена видеозаписи вливание от даниэла перла и обезболивание ника бёрга в 2004 году когда происходило такое событие как обезболивание сайт получал до 60 тысяч посещений в час и это я напомню примерно 2005 год и вот тут на самом деле даже моя психика не очень хочет справляться потому что я посмотрела некоторые из этих видео очень зря очень зря это сделала например я нашла одно из видео на ютубе которое обозревает вот эту коллекцию и там парень блогер рассказывает об этом так коллекции угры есть 200 клипов и из этих 200 клипов 120 на самом деле покрыты запекшейся кровью этого подтверждения распространения оглавливание и все такое мерзкое дерьмо так что вдобавок ко всему у тебя есть 49 жестоких клипов как правило это применение тупой силы очень мало крутой люди получают по заднице от животных или других людей или они падают а теперь вдобавок ко всему есть 20 клипов с животными но в этих клипах с животными есть насти и кровь когда я говорю круто я имею в виду что кое-что из этого дерьма действительно чертовски круто как будто там случаются крушения вертолетов это как раз та часть где эти два быка просто дерутся черт возьми да два быка дерутся друг с другом с четырьмя отвратительными клипами получается что это просто отвратительное дерьмо там есть четыре отвратительных клипа вот один из них у этого парня было два гребаных лица и он был отвратителен два клипа какого хрена я имею в виду что я даже не могу тебе этого объяснить эти клипы просто чертовски необъяснимы так что раз уж все это дерьмо было сказано мы сразу перейдем я хочу вот что сказать я увидела одно видео из категории отвратительных и это было правда отвратительно я еще ночью это посмотрела мне было потом плохо я попытаюсь объяснить что это было там короче чел у которого голова а на голове еще одна голова это был череп неразвитого ребенка на голове у этого человека и когда человек улыбался это гримаса у него сбоку на щеке она деформировалась короче я не я не стану прежней если вы увидели у меня седые волосы то знаете почему это произошло еще оказалось что это огреш коллекшн с двумя сотнями видео оказывается на дне айсберга самыми отвратительными видео в интернете я когда это смотрела и не подозревала о подобном но вернемся к исследованию исследователи пришли к выводу что некоторые пользователи действительно смотрят подобный контент потому что получают него садистское удовольствие но садистов в человеческом обществе все же не так много тем не менее еще есть люди которые воспринимают подобные видео очевидно нарушающие общественные табу как способ противодействовать цензуре распространенные в других более классических медиа например тех же сми и это как способ не прятать голову в песок а признавать что подобные ужасные вещи действительно происходят еще кто-то смотрит подобные видео просто из любопытства что подтверждает тезис о том что это общественное табу общественное табу всегда вызывает больше интереса нежели информация разрешенная кстати этот аспект совпадает с тем о чем мы говорили в видео про романтизацию психопатов которые есть уже на этом канале если вам интересно то можете ознакомиться конкретнее это просто способ сбросить эмоциональное напряжение и в случае чего понимать как действовать если какая-то ситуация не дай бог произойдет есть исследования которые показывают что просмотр подобного контента может спровоцировать подобные симптомы как у человека с птср что это означает воздействие подобного контента такое же как если бы человек увидел произошедшее вживую после просмотра моего первого видео с обезболиванием я испытал трехдневный эмоциональный шок теперь я просто избегаю их это единственная вещь которой я никогда не привыкну сколько бы раз я ее не смотрел я думаю что к этому нельзя привыкнуть я думаю что это просто переводит ваш мозг в другую стадию и разъедает вас изнутри так у меня садится камера что означает что пора заканчивать как я могу подытожить в целом мне кажется что трэш-стримы это такая легкая версия снафа вроде бы не совсем это не голов так что такого лютого ужаса не вызывает но с другой стороны поведение все равно деструктивное и иногда вот как я сегодня рассказывала в случаях с рефлаем это может действительно наносить вред и это опасно и уголовно наказуемо может быть и мне кажется что очень большую роль в этом играет анонимность пользователя который донатит который это все смотрит потому что все таки в интернете очень легко делать хуйню когда ты за безымянной аватаркой стоишь просто обязательно напишите в комментариях что вы думаете по поводу этого всего если вам понравилось это видео то пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал и также не забываем про полоски райджел о которых я говорила в начале видео можете также написать комментарии о том что очень забавно что у меня всего лишь одна шторка и все я думаю что мы закончили всем спасибо пока пока Пока!